Здравствуйте! С вами программа «Новый день» и я, Анна Черкесова. Существует стереотип о том, что работа в военной сфере – это мужская профессия. Однако, вопреки этому мифу, у женщин-следователей, оперативников и кинологов становится все больше. Огромный, с длинным розовым языком и большими глазами, Ротвейли Роскар поначалу вызывает испуг и недоверие. Но когда с ним знакомишься поближе, страх исчезает. Собака дружелюбно выполняет команды и беспрекословно слушается своего хозяина, вернее, хозяйку. Татьяна Павнутова вот уже более 10 лет работает кинологом в отделе конвоирования. Единственная женщина, она ничуть не уступает своим коллегам-мужчинам, ведь работа с любимым питомцем в удовольствие. Пришла в уголовно-исполнительную систему, когда проходила стажировку, то познакомилась, так скажем, узнала про кинологическую службу. Ну, и, конечно же, перевесила любовь к животным и захотелось связать все-таки службу с животными, потому что это очень интересно. С собаками так же, как и с людьми, так же, как и в воспитании детей. Нужен и кнут и пряник, где-то нужно и грозно сказать, наказать, где-то нужно и похвалить, поощрить. Также любят, конечно, они и заботу, и ласку. Поэтому все должно быть в меру. Татьяна признается, Оскар – это член семьи. Несмотря на то, что внешне он такой большой, грозный, на самом деле очень добрый. И она спокойно может оставить его с детьми. Родители Оскара тоже служили. Сейчас отец собаки Гриша на пенсии живет так же вместе с Татьяной. Однако здесь, на службе, Оскара не балуют. Он должен беспрекословно выполнять команды. Ведь работа в отделе конвоирования – дело ответственное и очень важное. Служба собак заключается в охране, конвоировании и задержании. Собака должна очень быстро переключаться на задержание. То есть она бдительно сначала наблюдает, а потом по команде должна резко отреагировать и пойти на задержание. Свою задачу Оскар знает, как видит человека в специальном обмундировании, готов броситься и задержать его. И вот долгожданное взять, и пес мчится к потенциальному осужденному. Работу кинологов нельзя недооценивать. Используется 138 служебных собак. Собаки делятся на категорию у нас. Значит, основная категория – это родственные собаки. Также есть караульные собаки. И специальные собаки по поиску наркотических средств и по поиску зручных веществ. Это немецкая овчарка, это в основном. Также специальные собаки используются – это спаниели, лабрадоры, по поиску наркотических и зручных веществ. Ну, и для коровной службы используются собаки породы – кавказская овчарка, среднезавская овчарка. Сегодня специалисты, кинологи очень востребованы. И может быть, как мужчина, так и женщина. Главное – это любовь к животным, твердость характера и терпение. И тогда ваш четвероногий друг может стать настоящим защитником и верным сослуживцем. О самом интересном на этой неделе расскажем в нашей афише. В эти выходные наш город проникнется духом настоящей танцевальной фиесты. 6 и 7 октября в Центре развития маунтинбайка пройдет чемпионат и первенство Чувашии по танцевальному спорту. А для любителей классики 3 и 6 октября в Русском драматическом театре состоится премьера драмы «Темные аллеи». Сегодня вы можете выиграть билет в кинотеатр «Мир Луксор». Для этого нужно всего лишь ответить на вопрос, какой средний срок службы собаки в силовых структурах. Заходите на сайт chgtrk.ru, жмите на кнопку «Новый день» и выигрывайте призы. На этом все. Желаю вам солнечного и позитивного настроения. Ну а завтра-завтра будет новый день. Субтитры создавал DimaTorzok